Левые ноги, знаете, 9-й, 10-й, дают все время 2-й, 8-й. Никто сюда больше не подъезжает. Мотоболисты внимательно слушают установки тренера. Сегодня генеральная репетиция перед отъездом на чемпионат Европы. Всего у сборной России получилось 6 тренировок, но все плодотворные. Вот сейчас мы накатываем совершенно новые наработки. Мы их пытались применять в прошлом году, но они еще были сырые. Ну и получались так изредка. А когда нужно было в контрольных играх, все замыкались, и они не получались. Сейчас, я думаю, мы прилично их накатали, и получится. Это конкретно под немцев и французов. Состав сборной России традиционно сформирован в основном из сыгранных между собой видновчан. Может, к сожалению, может, к счастью, особого выбора не было, потому что сборная России, как все знают наши зрители, формируются на базе команды «Металлург». Если, допустим, в прошлом году был один человек посторонний, это Сергей Крошка, то в этом году, просто в связи с тем, что Пушкарев у нас получил травму, вратарь второй. И взяли второго вратаря из кола Саипатова. То есть два человека из десяти будут посторонними. 32-й чемпионат Европы состоится в французских городах Валерьяс и Камарет. Некоторые из россиян на этих полях уже играли. А вот Анатолия Касьянова включили в состав сборной впервые. Мотоболом он занимается больше 12 лет. Но на международной арене выступать пока не доводилось. Конечно, очень хотелось попасть в сборную России, чтобы, ну, я не знаю, как-то показать, проявить себя как-то, помочь ребятам тоже. Волнение, конечно, будет очень колоссальное. Большое будет волнение, как бы, первый раз все-таки. Новобранец хоть и волнуется, но говорит, что находится на пике своей физической формы. Впрочем, как и остальные метаболисты его команды. Это основной турнир, к которому мы готовимся целый год. И ждем мы все и вся Россия, как мы выступим. Все будет зависеть от нас. Готовы мы, я думаю, на хорошем уровне, потому что в чемпионате основная четверка выглядела неплохо. Идем пока на первом месте и подготовлены к чемпионату Европы, я думаю, на 5+. Европейские баталии еще впереди. А пока усиленная тренировка и даже для фотосессии федеральному изданию ее не останавливают. Снимаются урывками, но, кажется, корреспонденты довольны. Сами же спортсмены радоваться удачным кадрам не спешат и отправляются отрабатывать удары поворотом. Коих, мы надеемся, будет немало во время предстоящего чемпионата. Елена Бабина, Константин Бролов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.